Вечер на Думской в прямом эфире продолжается. Говорим о главном сейчас с вами Александр Новицкий. Алла Ессина, здравствуйте. Завтра, 27 января, весь мир будет вспоминать жертв Холокоста. Это люди разных возрастов, национальностей, и этих людей больше с нами нет. Эти люди отдали самое ценное в свою жизнь, чтобы стать напоминанием, каким должно стать человечество. Об этой страшной трагедии поговорим прямо сейчас. У нас в гостях Роман Шварцман, председатель Одесской региональной ассоциации евреев, бывших узников гетто и нацистских концлагерей. Роман, здравствуйте. Давайте, прежде чем начнем разговор, посмотрим небольшую информационную справку, которую подготовили наши корреспонденты. Прошу вывести материал на экраны. Юрию Парфенову почти 80. Когда ему было всего полтора года, он стал одним из самых маленьких узников гетто. Гетто – это сбор людей еврейской национальности для уничтожения любыми способами. Холодом, голодом, расстрелом, живьем или сжигали, как мы знаем. То, что тоже у меня погибли, кроме того, что мать расстреляна, у меня 14 человек родственников в Одессе по линии матери были уничтожены. Одесская зима, тоже снег, холод, но 42-й год. На улице война. Местные газеты опубликовали новость. На Слободке, на территории тканевой фабрики создали гетто. Одесситы с еврейской национальностью в срочном порядке должны были прийти на регистрацию. Когда у матери начали меня забирать, офицер, ну, она в шоке, всё-таки на него там кинулся, тот выхватил пистолет и застрелил её. А меня с братом, как она сказала, вас просто швырнули в этот, в подвал там где-то. Когда количество зарегистрированных людей достигало двух-трёх тысяч, их отправляли на сортировочную. Там эшелоны набивали людьми. Те, кто оказывал сопротивление, избивали или расстреливали. Морозы достигали до 20 градусов, как мне рассказывал брат. Он рассказывал, что он туда приходил, видел, как через каждые 10-15 минут выносили трупы женщин, детей, которые замерзали. Прямо там. Там кормить не кормили. Так, если что можно было, просто бросали. Но румыны охрана отгоняла, забивала людей. Если кто-то лез, если кто-то хотел к ним попасть, то получал или прикладом, или какими-то палками. То, что видели узники переполненных эшелонов, с памяти невозможно стереть. Далеко не каждый знал, что их везут не на работу, а на верную смерть. Привозили. Привозили и уже, которые изможенные люди были. И некоторых просто детей даже живьем бросали. Некоторых ставили, гнали, расстреливали. Стреляли, они шли, стреляли, они там падали. Рассказывали, что кровь текла ручьем. Рассказывали, что несколько дней оттуда, потому что очень много бросали и живьем стоны, слышали стоны и крики там. Это была уже концовка. То есть не сгоняли на работы. От больных избавлялись сразу. Всего в годы Второй мировой войны нацисты массово уничтожили 6 миллионов человек. Это люди еврейской, ромской национальности, дети. При этом все убийства происходили публично. Таким образом запугивали каждого, кто пытался помочь скрыться. Более жестокие – это немцы. Но среди румын были такие, которые были еще деспотичны. В октябре 1941 года мы знаем, в пороховых складах было более 23 тысяч сожженных евреев. Мы знаем о том, что многие были повешены на центральных площадях города. Это Алексеевский сквер, это Александровский проспект. Мы знаем о том, что часть была уничтожена Айзайн с командами в районе Требричного поля и в районе здания тюрьмы на водопроводной. Поэтому по разным оценкам только в первые месяцы оккупации нашего города до 40 тысяч евреев были в Одессе уничтожены. Жители оккупированной Одессы жили в страхе. Однако было множество тех, кто был готов спасти еврейских детей и прятать их до последнего. Во дворах уборные и были сливные ямы. И когда что-то там пришли, и был слух, что сейчас пришли румыны, будут искать еврейских детей, забирать. И нас посадили на двое суток в эту смывную яму. Спрятаться было очень тяжело. Особенно в первые дни оккупации, когда зверствовали немецкие и румынские войска. И люди боялись, что за то, что они прячут евреев, им за это будет какое-то наказание. Потому что постоянно на всех столбах и в Одесской газете, и в газете МАЛА публиковались приказы румынской администрации о том, что за укрывательство лиц еврейской национальности люди будут других национальностей приговорены к расстрелу. История жива и по сей день. Правда, иногда ее пятнают вандалы. Не так давно музей Холокоста обрисовали антисемитскими надписями. Вопрос, кому выгодно разжигание межнациональной розни, остается открыт. Роман, скажите, почему вот такая избирательность у фашистских молодчиков была в отношении к лицам еврейской национальности? Если вы позволите, я маленькую справку, потому что я смотрю, наши товарищи вам дали информацию. А я, как председатель, я вам скажу, что 13 лет тому назад Организация Объединенных Наций приняла решение практически единогласно о том, чтобы 27 января считать Международный день памяти жертвам Холокоста. Это день, когда Советская Армия освободила концлагерь Освенцум. 13 лет этой трагедии, которую отмечает все мировое общество, общественность мировая, 2005 год. К сожалению, наша страна, Украина, начала отмечать этот день только в 2012 году. Мы же, наша организация, с первого дня, как только в 2005 году, мы отмечали своими возможностями, своими силами. Сейчас, когда Украина стала независимым государством, мы очень благодарны, мы, евреи, очень благодарны, что этому вопросу очень большое внимание уделяет как государство, так и у нас в Одессе. Областная администрация, мэрия города, то есть для нас это очень много значит, это здорово для нас. В отношении того, как вы сказали, почему начали этот вопрос отмечать. Дело в том, что когда евреев начали уничтожать во всех концлагерях, во всех гетто, начали сгонять туда евреев. И 6 миллионов – это только евреи. Почему евреи? Почему такая избирательность? Так вот, как раз сейчас отмечает 80 лет Высоцкому. И вот у него есть такая песня, что если бы Гитлер, он бы придумал евреев, если бы ему надо было уничтожать этот народ. Этот народ перед фашистской Германией считался каким-то, как они говорили, всемирный заговор. Они говорили, что евреи захватили власть в мире. И вот в 1942 году, 20 января, в предместе Берлина, верхушка фашистской Германии подписала протокол о окончательном решении еврейского вопроса. То есть надо было уничтожить в Европе жилом 11 миллионов евреев. Вот такую задачу поставили перед собой фашистская Германия. Насколько сильно пострадали евреи, которые проживали вот здесь у нас, в Одессе, в Одесском регионе? Потому что действительно, как сегодня говорил один из историков, в основном изучена история западного еврейства, уничтожения западного еврейства. О нашем меньше говорили. Вы правильно говорите. Мы, когда бываем в Израиле, в Центральном музее, Всемирном музее Холокоста Ядвашем, мы всегда, ну, не ругаемся с ними, но мы им делаем замечания. Действительно, только западные. А у нас в Украине, только в Украине, из 6 миллионов было уничтожено полтора миллиона. А из Одесской региона Транснистрия это было угнано и уничтожено 270 тысяч евреев. И об этой теме почему-то стараются не говорить. Мы не понимаем, почему только о Западе, о евреях Украины, которые больше всего пострадали в мире, потому что во всей Европе 4,5 миллиона, а у нас полтора миллиона. И вот эта тема почему-то замалчивалась. Она замалчивалась и сейчас у нас, и замалчивается и в мире. Вот история уничтожения полутора миллионов евреев. И не зря Элли Визель, это историк, писатель, это бывший узник концлагеря Освенцин говорил, что фашисты, все жертвы, которые были во время Второй мировой войны, были, не все были евреями, но и евреи, все евреи были жертвами фашизма. Евреев занесли в список, абсолютно всех, в список смертников. Не было исключения ни для кого. Их замуровывали живыми в катакомбы. И у нас есть несколько случаев, когда здесь, в Одесской области, когда надо было перегонять в Богдановку, Доманевку, людей 300 человек. Надо было зимой, в основном это делали, через Южный Буг. Их специально выгнали на лед, и они все пошли под лед, 300 человек. То есть тема замалчивания, тема, которую мы сейчас отмечаем, память, это очень важно для нас, для нашей организации. Как вы проводите этот день? Как ваша организация проводит этот день? Мы постоянно совершаем... У нас вначале делается программа. И участие в этом вопросе музея буквально за неделю, две, три мы проводим там экскурсии, мы приглашаем детей, мы устраиваем конкурсы в музее. А 27-е у нас, как правило, в Порохоровском сквере, это дорога смерти. Оттуда угоняли евреев на Доманевку, Ахмечетку, Богдановку. И оттуда там собирается митинг, там возложение цветов, там соблюдаются все государственные протоколы. То есть играет гимн, все дипломаты присутствуют, руководство города и области. А затем мы людей автобусами провозим в еврейский культурный центр Питгрант. И там мемориальный уже митинг такой, уже выступление, уже все руководители, дипломаты и руководители уже говорят о тех трагедиях, которые совершились во время Второй мировой войны. В этом году знаем, что будет не 27-го проходить все эти мероприятия. Правильно я понимаю? Да. Да, вы знаете почему? Это принято в связи с тем, что 27 января попало на субботу, а евреи в субботу отмечают шаббат. И поэтому перенесли, мы так на нашем совете приняли решение отметить этот день 30-го. Надо отдать должное руководству города и области, что они с пониманием отнеслись к этому вопросу, и это будет отмечено на самом высоком уровне. Любой одессит может прийти в этот день вместе с вашей ассоциацией, вместе с другими евреями для того, чтобы послушать, увидеть, понять и принять. Да, мы приглашаем, мы открыто говорили и разместили в интернете, в газетах, приглашаем всех и школьников, и просто граждан города Одессы. У нас будут присутствовать те, кто остался еще жив, выжившие в Холокосте, к сожалению. Все меньше и меньше становится. Да, остается у нас все меньше и меньше. У нас в организации сейчас 350 человек, и вот мы сегодня думали, кого пригласить. Ну, еле-еле мы набрали 100 человек, которые еще могут двигаться, которые, безусловно, придут. И потом мы автобусами, мы все приедем в Битгрант, в Рейский культурный центр, и там будем отмечать День памяти, который должен быть, как сказал Евгений Евтушенко, Большой трагедии, которую совершили фашисты, мы совершаем это и сейчас, когда, ну, тогда Евтушенко, когда был жив, когда мы замалчиваем этой трагедии. Это тоже преступление, замалчивание. Поэтому для нас очень важно и то, что вы приглашаете нас, приглашают и другие телеканалы. Потому что об этом нужно знать, эти страшные истории нужно рассказывать, для того, чтобы люди понимали, что эта беда на самом деле никуда не делась. Она затаилась, и чтобы она никогда не подняла свою голову, нужно об этом рассказывать, потому что только освещение данной проблемы позволит защититься от нее. Спасибо вам огромное за то, что пришли к нам сегодня. Спасибо. Оставайтесь с нами. Мир вашим семьям. Всего доброго.